Сегодня на ваше рассмотрение выписываем проекты решения о туристическом налоге. Объясните нам на простом обычном примере, как будет начисляться на туристическом налоге. Можно носить к какой-то гостинице, к какой-то модерн. И в разрезе, в разрезе по годам, потому что у нас первый год 1%, второй год 2%, и так 5 лет до 5%. Предположим, стоимость номер составляет в 2020 год. В этом году 3 тысячи рублей. 1% от стоимости номер составляет 30 рублей. Минимальный размер налога в 2025 году за этот номер составит 100 рублей. В 2026 году стоимость номера, сумма налога расчетная составит 60 рублей. Соответственно, тоже бюджет будет уплачен в сторону. Также будет в 3-м году. И в 4-м или 5-м году, уже когда сумма будет больше 100 рублей, 120-150, уже будет уплачено именно 3 тысячи рублей. При внесении изменений в налоговый кодекс обсуждалось активно, что все эти средства будут целевые, будут направляться на развитие туристической привлекательности. И в какую-то простую среду техноселенных комплексов, где будет принять данный туристический налог. Муниципалитеты правят ввести этот налог. Не обязаны администрирование каким образом будет у нас осуществляться, надзор какой-то. Не будет ли это дороже, чем вот, простите, за 3 года 8,2 миллиона рублей? За сумму заработка. Ну, тут у вас написано 25-е и 27-е годы, и по МОС оставит, просто тут не написано, что за один год. Я читаю, как это написано, так и говорю. Не будет ли затраты на реализацию этого введения выше, чем доходы, которые они будут получать? Я просто честно скажу, толп туристов пока у нас в городе не видела. И с учетом того, что еще в Ставропольский край у нас очень туристическое место, но даже не все города на территории КМВ ввели этот налог. Тут еще нужно уточнить, вот для сотрудников предприятия, что командировочные тоже будут облагаться этим налогом. Прямо о чем я сказал, что средства, которые будут поступать в наш бюджет в виде туристического налога, в первую очередь будут направляться на создание комплексных средств и на те туристические места, которые, в первую очередь, приезжающие в наш город, могут посещать. В частности, в первую очередь, речь идет об обустройстве старой крестни, которое следует, чтобы мы будем его устроить. Что касается городов, которые приняли или не приняли сейчас туристический налог, в данное время, в ноябре месяце активно по всей стране идет утверждение данного туристического налога и принятие данных решений многими городами. Приморский край, Астан, Свердловская область, Башкирия и так далее. То есть сейчас это активная фаза. И, до первого, согласно налоговому кодексу, такие решения должны быть приняты до 1 декабря текущего года, чтобы он вступил в действие с 1 января до следующего года. Поэтому сейчас в процессе все это сейчас во всей стране утверждается. Единственное, то, о чем сказал технологии, мы сейчас пока не уберем единый реестр, и этот налог начнет заниматься сталом объема, когда на центральном уровне этот реестр средств размещения будет уберем. Сейчас были названы республики, там, где две большие уже вклады сделаны по развитию всей инфраструктуры туристической. Нам, конечно, здесь похвалиться, ну, извините, нечем. И правильно было сказано, толку туристов в тех городах, в тех республиках выездчиков, мы и сами были туристами, там. Здесь этого нет. Но мы спешим принять этот налог в цели выполнения бюджета. Давайте говорить открыто. И с туризма мы здесь бюджет не пополним. А пополним как раз таки, ладно, не славимся мы туристической привлекательности, слава богу, развиваемся индустриально, да? Мы возлагаем вот этот дополнительный налог на плечи бизнесом. Давайте говорить открыто. Вот. И поэтому тот реестр, который еще не принят, он на данный момент, вот сейчас, в голове только одно. Это порождение тени. Кто-то попал в этот реестр, а кто-то не попал. Или же мы единым романом делаем, да, и, как говорится, неважно, гостиница или инвесторинцо, пускай уплачиваем. Или же мы здесь оказываемся в ситуации, что, как говорится, хоть 8 миллионов в году, но с кого-то взяли. Это моя позиция. Спасибо. Уступило предложение снять этот вопрос и отправить этот работой. Кто за данное решение? Прошу, пожалуйста. Считаем.